Кератоконус Кератоконус При упячивании толщина роговицы меньше 500 мкм, при норме 520-600 мкм. Различают несколько стадий кератоконуса. Первая и вторая стадии – это начальная. Здесь может сохраняться и толщина роговицы, и высокие зрительные функции. При первой стадии подходят как очки, так и контактные линзы. При второй стадии кератоконуса уже очки меньше подходят, пациенты легче переносят контактные линзы. При третьей стадии кератоконуса зрение снижается до 20%. Здесь плохо переносятся как очки, так и контактные линзы. У пациента появляются жалобы на снижение зрения. У них может появляться миопия, то есть близорукость, или астигматизм, когда происходит расфокусировка вдаль. Пациенты сразу обращаются в оптики для подбора очков. Очки в данном случае очень часто меняются. Они не дают четкого зрения. Постоянно хочется очки протереть. Хочется протереть глаза. Особенный дискомфорт пациенты испытывают в вечернее время. Для них фонари и яркие источники света ослепляют и дают яркие засветы. При этом пациенты очень плохо ориентируются в вечернее и ночное время. При четвертой стадии кератоконуса, это уже самые тяжелые стадии, четвертая и пятая, снижается зрение до 2% или может быть почти полная потеря зрения. Здесь идет резкое истоншение роговицы, идет резкое ее помутнение. При пятой стадии может быть тотальное помутнение, то есть роговица абсолютно непрозрачна. В данных случаях происходит пересадка роговицы. Это единственный способ спасти орган зрения. Кератоконус можно диагностировать исключительно в специализированном офтальмологическом центре. Проводится проверка зрения без коррекции, с коррекцией, обязательное расширение зрачка, биомикроскопия переднего отрезка, заднего, авторефрактометрия. И обязательно проводится диагностика на таких приборах, как Пентакам или Орбскан. Они нам дают полную топографию роговицы с ее толщиной на разных участках, с ее кривизной, ее диаптрильной силой. Золотым стандартом в лечении кератоконуса является кросслинкинг. Это когда интенсивным ультрафиолетовым излучением воздействуют на роговицу, в результате чего образуются дополнительные ковалентные связи в строме роговицы, и она становится более прочной, чем и объясняется стабилизация процесса. Роговица перестает выпячиваться, увеличивается астигматизм, и проще пациенты начинают переносить контактные линзы, и тем самым мы можем поднять зрение в редких, конечно, случаях до 15-20%. Операция проводится исключительно в стерильных условиях, под местной анестезией. Роговица пропитывается рибофлавином, затем используется ультрафиолетовый свет. В конце операции накладывается защитная контактная линза. Пациент находится под наблюдением в течение месяца. Первые сутки после данной операции достаточно болезненные. Пациенту выдаются капли, они капают антибиотики в течение месяца. Первые сутки может использоваться обезболивающее. Проверка через 7 дней. Через 7 дней мы снимаем защитную контактную линзочку, назначаем при необходимости дополнительные увлажняющие капли и контроль через 3 месяца. Через 3 месяца обязательно проводятся повторные исследования роговицы на пентакаме или орбскане. Мы должны убедиться, что данный процесс стабилизировался и прогрессии кератоконуса не происходит. Также для лечения кератоконуса использовали жесткие контактные линзы. Считалось, что они механически придерживали прогрессирование выпячивания. Ну а с появлением кросслинкинга, конечно, результаты лучше после оперативного лечения. Сейчас на мировом рынке появились склеральные линзы. Эти линзы могут убирать астигматизм очень больших степеней. Склеральные линзы мы можем как до оперативного лечения использовать, так и после оперативного лечения. Они дают максимально качественное зрение. Есть еще один вид операции, такие как имплантация стромальных колец. Тоже дает очень хорошие результаты и высокое зрение послеоперационное. И в самых тяжелых случаях это уже кератопластика, когда пересадка роговицы проводится для того, чтобы вернуть пациентов хоть какое-то зрение и сохранить орган. Субтитры создавал DimaTorzok